Музыкальная программа «Рок Арсенал» на 104,5 FM 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 Мы слегка арабеем. Ну и вы тоже. Поддержите нас, пожалуйста. То есть ты хочешь сказать, что мы вещаем на всю вселенную? Да, мы вещаем на всю вселенную. Это не в курсе, что ли? А у меня коленки дрожат по этому поводу. Так я сама волнуюсь страшно. У Назима вообще ступор какой-то нервный. Да, легкий существует. Добрый вечер, Владимир Александрович. Не забывайте, что мы все утренние ведущие. И наш рабочий день длится уже, если память не изменяет, 16 часов. Так что спасибо за то, что вы сегодня пришли посмотреть на 16-ти часовой рабочий день утренних ведущих. А ты еще и других посчитай. Дорогие друзья, вы все, как мне кажется, слушатели рок-арсенал. Это правда или это слишком смелое предположение? Кто-то из вас, может быть, включает радио по утрам? Бывает. Хорошо. Хорошо. Возможно, вы когда-нибудь случайно, абсолютно, может быть, один раз или два натыкались на такую рубрику, которая называется «Перепел и перепелка». Ее делает коллега Башков. Что? Кто-нибудь слышал? Да. Хорошо. В таком случае мы готовы представить вам открытую, живую версию рубрики «Перепел и перепелка». Что, серьезно? Да. Подожди, я за пульт сбегаю, кнопочку нажмакаю. Куда? Туда. Сейчас, подожди, мне придешь до пульта добежать. Что, правда уже? Я? Ну, иди уже. Расскажи, что у нас сегодня в «Перепелах». Поведаешь нам что-нибудь о группе, которая привлекла внимание. Нет, 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 подожди, нас поправляют. А что будет? Ты все перепутала с непросыпа. Ну, естественно. Я же предупреждал, 16 рабочих часов. 16 рабочих часов на тебя действует очень плохо. Что я перепутала? Я пришла не вовремя? Нет, дело в том, что… Не в то заведение? Что рубрика «Перепел и перепелка» будет много позже. Сейчас будет исполнена композиция, которую, я думаю, все знают наизусть. Мало того, скорее всего, большинство из здесь присутствующих слышало эту композицию еще в самом детстве, например, как я. Мне ее ставили вместо колыбельной. Да? Да. Это хорошо засыпало? Песня про кирпичи. Ну, она такая, да, мрачноватая, конечно, но с участием детского хора она приобретает новое звучание. Собственно, к звучанию детского хора в этой песне все мы привыкли, но это живой хор. Это наш любимый хор «Мальчиков созвездия». Мальчики, вы готовы? А вы, мальчики, готовы? Мальчики готовы. А мальчики и девочки, которые сегодня здесь в зале, готовы подпевать? Вы знаете слова? Вы репетировали, вы участвовали. У нас даже видео осталось. Мы его пересматриваем иногда и плачем. Как это бывает? Вы готовы подпеть детям? Вы слова помните? Ну, слава богу. Ну, что, в таком случае можно начинать, наверное? Как это делается у вас, у барабанщиков? Чик-чик-чик? Чик-чик-чик? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы познакомились очень давно, еще в институте, на почве конкурсов самодеятельности. Петя видный деятель строитрядовского движения, на электротехническом факультете, а я учился на металлургическом. Но дурачки же находят друг друга, и мы когда-то нашли друг друга, и вместе выходили на сцену и пели песни. Прошло много лет, и в прошлом году появился Петр с идеей открыть кафе «Рок Арсенал». Для меня не было большой сложностью принимать такое решение, потому что Петю я знаю очень давно, и поэтому кому, как не человеку, которого знаешь столько лет, доверить это неблагодарное дело. Петр, в манере небольшого радиоинтервью, скажите нам, нафига вам все это было нужно? Как самый обычный ленивый человек, я устал ходить к друзьям на выступления туда-сюда, во многие разные места, и решил пригласить всех друзей к себе, сюда, к нам, теперь уже к нам, и чтобы вы ходили к нам в гости, чтобы нам всем здесь было весело. Исчерпывающе. Видимо, Петя нравится в 4 утра закрывать заведение и уходить последним. Он последний клиент этого заведения каждый день. Кто-то должен делать эту тяжелую работу, так говорят американцы. В принципе, рок-радио – это тоже нелегкая работа. И нелегкая вовсе не потому, что музыка иногда звучит тяжелая. Это как раз наше удовольствие. Нелегкая, потому что до сих пор в нашей неритмичной стране, как пел Гребенщиков, людям нужно объяснять, что рок – это не так страшно, как они думают. Что в роке, как мы сегодня слышали в исполнении Ричи Блэкмора, люди знают и любят классическую музыку. И самое главное, настоящие рок-музыканты – это прекрасные исполнители. Это вам на коленке, на лэптопе из этих самых сэмплеров не слепишь. Поэтому это не просто тяжелая работа, но и очень приятная. И нам, конечно, безумно радостно, что в нашем городе есть столько людей, которые любят рок-музыку. В заключении хочу сказать, что слушатели рок-арсенала по большому счету делятся на две большие части. Это те, кто с этой музыкой вырос, и те, кто с этой музыкой родился. Потому что родители, которые по-настоящему любят рок-музыку, они эту музыку начали прививать детям с самых пеленок. Что сегодня мы видели, если кто-то не заметил, тут есть самый юный слушатель, который еще в люльке. Я, конечно, как отец двух полуторагодовалых, с содроганием увидел это зрелище, но с другой стороны подумал, а может быть так и надо. Один из наших слушателей рассказал мне историю, которую я не устаю повторять. Я просто был потрясен реально до глубины души. Он рассказал, что однажды, когда его сыновьям было 12,8 лет, и мама уехала на дачу, он включил Pink Floyd Wish You Were Here, выключил свет в комнате и сказал, «Ложимся на пол и слушаем. Кто скажет хоть слово, неделю моет пол». Мама вернулась, дети ей с восторгом рассказали. Она начала на папу кричать, «Как ты можешь? Да что ж такое? Да что за насилие?» Папа сказал, «Да нет, ничего, нормально». И вот потом, сейчас, когда его детям уже по 30 лет, они до сих пор это вспоминают, как они с папой лежали в темноте на полу и слушали эту пластинку. Разумеется, для них эта пластинка стоит абсолютно отдельно от всей музыки мира, потому что только ее они слушали с папой полностью от начала и до конца в темноте, лежа на полу. Я не призываю никого ставить такие эксперименты над детьми. Но сам я обязательно повторю этот эксперимент, когда моим полуторагодовалым станет лет по 8. Слушайте хорошую музыку. Я надеюсь, что вам сегодня здесь ее будет достаточно и вам будет хорошо. Мы продолжаем. Слушайте рок, слушайте радио «Рок Арсенал». Приходите в кафе «Рок Арсенал». Спасибо. 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 Ну, теперь пришла в таки очередь той рубрики, о которой я уже говорила, которую уже проанонсировала. Рубрика «Перепел и перепелка» появляется каждое утро благодаря усилиям моего дорогого коллеги Антона Башкова. Иногда мы спорим, когда обсуждаем песни, предложенные им. Иногда по-настоящему ругаемся. Доходило неоднократно до того, что мы бросали друг в друга ручки. Ну, это я в основном делаю, конечно. В меня ножницы летали неоднократно. Про ножницы не ври. Не надо договаривать. Не было. Было. Слушай, ты бы не вышел сюда сейчас. Ты знаешь, как я метко бросаюсь? А ты тупым концом в меня попала. Тупым в тупого, да? Все нормально. На самом деле, никто до сих пор не пострадал от этих споров, кроме неудачливых перепелистов, которым иногда достается на орехи от нас, которых мы комментируем, которых мы запрещаем, которые не играют у нас впоследствии в эфире. Но ничего, жертвы неизбежны. Жми. «Перепел» и «Перепелка». Добрый вечер, дорогие друзья. Очень странно говорить сейчас «добрый вечер» вместо «доброе утро». На очереди рубрика «Перепел» и «Перепелка». Вообще очень странно. Для меня необычно. Давайте, как обычно, по традиции, естественно, в самом начале к оригиналу. В оригинале можно говорить долго и много, но скажу только парочку вещей. Во-первых, это самая чистая вода протопанка. Знаете такое, что такое протопанк вообще? Протоплазму знаю. Да, вон, Ваня, знаю, что такое протопанк. А кантри знаешь стиль? А корневой блюз? А хард-рок в стиле Ладзепелин? Ну, это вряд ли. Все это о тех людях, которые сегодня в оригиналах. Отличительной особенностью данного коллектива является то, что их пытались как-то подмести под желтую прессу. Это не получилось по одной простой причине, что они на сцене и за сценой вечно скрывались. Когда они выходили вдвоем на сцену, люди думали и гадали, кто же это такие, в конце концов? Как они друг к другу соотносятся? Кто это? Брат, сестра, муж, жена, я не знаю, любовник, любовница. Так или иначе, этого секрета они не открыли почти до своего распада, до распада этого дуэта. Но могу сказать еще одно, то, что коллектив назван в честь леденца практически, в честь расцветки этого леденца. Вокалистка данной группы очень любила леденцы, которые в красно-белую полоску. И сегодня в оригиналах группа White Stripes, друзья мои. Их композиция, естественно, самая известная. Что такие жидкие аплодисменты? Вот только с этого угла все доносится. White Stripes, друзья мои, протопанк, ну что? А просто никто не знает эту группу. Да знают они прекрасно, они просто прикидываются. Seven Nation Army сегодня в оригиналах. Давайте вспомним, что это такое. Знакомо? Вот это запила. Хорошо мяукает собака. И они делали это вдвоем. Они делали это вдвоем, да, на сцене. А все в зале сидели и гадали, ну да как они там как-то друг к другу соотносятся или не соотносятся. Вот черт возьми, желтушники. А вот теперь давайте перейдем к перепелам. По традиции на выездных наших эфирах и вообще на выездных концертах и праздниках играет живой коллектив. Я вот там вижу, стоит представитель этого коллектива, да? Добрый вечер. Добрый вечер. Живой коллектив. Что я могу о нем сказать? Вообще ничего. Я могу сказать... Я девушку эту видел неоднократно, поэтому хочу ее позвать сюда. Будьте любезны, пожалуйста, пройдите. А коллектив называется Sky Fade Away. Добрый вечер, Sky Fade Away. Валентина, я так понимаю, да? Добрый вечер. Меня зовут Влада. И этот коллектив нам интересен прежде всего, прежде всего, на данный момент исторически, тем, что Влада работает здесь, в кафе Rock Arsenal. Так что, если вы хотите... Так что я поздравляю всех вдвойне с открытием рок-бара настоящего в нашем городе. Если вы хотите настоящего рока, это к ней. Но и чай она тоже может налить. Это нормально. Я прошу, чтобы вы максимально бурными продолжительными аплодисментами поддержали артистов Sky Fade Away. Друзья мои, перепел с сегодняшнего вечера. Не утро, не дня, а именно вечера. Sky Fade Away. Далее, здесь, в кафе Rock Arsenal. Там в интернете на видеотрансляции. Ну и чуть-чуть на 104,5 FM. Конечно же, как без этого. Друзья, вы готовы? Сейчас готовятся, 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 готовятся. Кстати, вот пока ребята готовятся, настраиваются. Вы знаете, что Мэг с Райном сказали так, что без друг друга они никогда больше выступать не будут. Это они, кстати, сказали после распада своего коллектива. Не так давно. Очень жаль. Мне было приятно. Ну что, ребята? Are you ready? Let's go. We are ready. Are you ready? Are you ready? Are you ready? I'm gonna find them all. Seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it up. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth from my mind behind my back. Back and forth from my mind behind the sinker rents. And the message coming from my eyes says, leave it alone. And this is danger. And the challenge and Itu means I can't move anybody. I'll just leave it alone. I want you to try and catch my mind. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА And the feeling coming from my bones Dance while at home I'm going to Wichita Far from this opera forevermore I'm going to walk this track Make the sweet dream out of every part And I'm bleeding, and I'm bleeding And I'm bleeding right before the Lord All the wounds are gonna bleed from me And I won't think no more And the stains coming from my blood Tell me go back home Tell me go back home I'm bleeding, and I'm bleeding And I'm bleeding, and I'm bleeding And I'm bleeding, and I'm bleeding And I'm bleeding In the kitchen And I'm bleeding Спасибо. Спасибо. Поздравляем. Спасибо огромное. А вот это вот... У меня маленький вопрос. Барабанная палочка по гитаре, это специально так, да? Это называется протопанк иной из рок. Ребята, это был живой протопанк. Прикиньте. Все буду знать. Буду знать, к кому идти за протопанком. Гражданка Никанорова или Михаил Юрьевич? Пользуясь директорским правом, я могу вносить изменения в программу. Хотя вы все равно ее не знаете, но тем не менее. Вы знаете, я на эту сцену хотел бы пригласить еще одного своего очень давнего знакомого. Это человек, который имеет самое непосредственное отношение к деятельности Свердловского рок-клуба, вот того самого, первого созыва. Это человек, который не сыграл ни одной ноты, но тем не менее имеет к рок-музыке в нашем городе, может быть, отношение больше, чем некоторые музыканты. Он делал клипы, он делал обложки. Он делал это тогда, когда за это не платили ни копейки. И если бы он, наверное, спросил про деньги в то время, то в лучшем случае получил бы в дыню. Но он, я думаю, никогда об этом не говорил. Сейчас он давно работает на телевидении, много лет. А вообще он закончил Свердловский архитектурный институт. Его зовут Олег Ракович. Добрый вечер. Когда мне сказали, что типа новоселье, открытие, я подумал, что уместно сделать подарок. Вот. Жестокий и беспощадный, как весь Свердловский рок. Абсолютно бессмысленный и безумно эмоциональный. Давай разворачивай. А потом в течение там походу кто-то, кому интересно, посмотрит. Это удивительная фотография. Она вовсе не означает, что я не умею пользоваться фотошопом. Это снимок 86-го года. Это первый рок-фестиваль в ДК Свердлова на улице Володарского. И это хвост пленки, если кто понимает, пленки Тасма, у которой порвалась перфорация и на одно место отснялось пять экспозиций. Вот. И что самое прикольное, да, там, я как чувствовал, там есть физиономия одного из самых популярных ведущих рок-арсенала, который не обращает внимания на выступающего, вежливый, как всегда. И более того, вот я клянусь, этот момент, это начало триумфа Наутилуса Помпилиуса с их программой «Разлука». Вот. Там так вышло, да? Ну, это не я упаковывал, извините. Это надо будет обносить, показывать, да. На обратной стороне можно ставить автографы почетных гостей, членов Свердловского рок-клуба. Итак, с новосельем. Я рад, что радиопилот материализовался как бы как субъект. А он, кстати, вот то, что сейчас модно, он неопределенная ориентация. Это может быть вертикальный снимок, а может быть горизонтальный. Вот так вертикальный. И так видно. Угадай, кого? Это Вова Назимов. А вот так? Это, наверное, близко, да. Это Наутилус в полном составе. Да, причем без барабанщика. Они тогда выступали с драм-машиной. Первая программа, если ты помнишь, Пифа забивал барабаны в свою клавишу. Ну вот, собственно, с новосельем, с праздником. Да, Миша сейчас придется ходить и показывать. А, в телекамеры же могут крупный клан дать. Ну и поскольку... Да хоть как, она неопределенная ориентация. Я же на радио работаю, не на телевидении, поэтому у меня с камерой. Камера слева или камера справа? Справа от меня или от кого? Или от режиссера? Там есть операторы, они скадрируют. Миша, я могу уже пойти что-нибудь съесть? Спасибо, Олег, большое. Пожалуйста. Спасибо за этот реальный раритет. Ну вот и да. Я думаю, эта картина как минимум символизирует конец пленки Тасма. А как максимум? Начало уральского рока, наверное. Я надеюсь, что никто из нас не доживет до конца уральского рока. Пускай он будет дальше. Очень хотелось бы. Здесь сегодня у нас в гостях огромное количество людей. Кого-то знаю в лицо, кого-то не знаю. Кого-то по телевизору видала. О ком-то читала. С кем-то давным-давно мечтала познакомиться. Большинство из этих людей – настоящие поклонники классического, старого, доброго рока. И меломаны со стажем. Те самые люди, которые когда-то выменивали друг от друга пластинки, тусовались на тучи и так далее. Хорошо и полезно проводили время. Потому что, как говорится, могли бы спички по подъездам жечь, а они пластинки покупали, продавали, обменивали. Самое главное – слушали. И вот таких вот именно меломанов со стажем мне бы хотелось пригласить на эту сцену. Они здесь есть. Это директор Уральского филиала Национальной ассоциации участников фондового рынка Радик Ахмедшин. Ваши аплодисменты. И заместитель министра международных и внешнеэкономических отношений Свердловской области Владимир Соловаров. Вы же вдвоем? Здравствуйте. Добрый вечер. Скинулись на подарок? Молодцы. Поприветствуйте, пожалуйста, наших друзей. Микрофоны. Волхом. Уважаемые единомышленники, поклонники, и ценители, и знатоки настоящей правильной музыки. Именно, наверное, вот эти качества и привели всех нас сегодня, в этот вечер, сюда. И мы здесь не по долгу службы. Мы и так открываем там по два, по три мероприятия каждый день. Благо наша международная жизнь становится все более интенсивной, насыщенной и разнообразной, слава Богу. А пришли мы сюда по зову сердца. Потому что действительно спасибо за доброе представление. Мы действительно вот такие, как о нас сказали. Сегодня действительно важная веха для всех, наверное, ценителей и поклонников настоящей классической, скажем так, музыки. И оно для меня лично характеризуется тем, что мы с вами все вместе начинаем с чистого листа. И от того, как мы все вместе себя поведем, как мы поддержим эту инициативу, которую, наверное, мы все долго ждали, но нас не звали, не организовывали, но мы подхватываем, скажем, флаг на лету. И обещаем, что мы постараемся сделать это действительно домом музыки здесь, в Екатеринбурге. Тем более, это первый эксперимент в области рок-н-рольной музыки. Джозовики нас обогнали на много лет. Вот. И хотелось бы и пожелать, и призвать вас, и обещать, что мы с Радиком, у нас еще третий друг был, но он не дошел, это Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты, объединяющей более 9 тысяч предприятий нашей области. Но он передает вам большой и сердечный привет, и поздравление. Конечно, спасибо организаторам этого проекта за ту инициативу. Ну и помимо того, что это должно быть уютное кафе с вкусной кухней, с хорошим пивом, как обещали в перспективе ближайших, с изысканными коктейлями, наверное, это должно быть нечто большее. Это большее не может быть конвейером, оно не может быть массовым. И поэтому на основе вот этого, скажем так, гостеприимного дома, наверное, нужно создавать, он уже как бы прообраз есть, насколько я знаю, рок-арсенал клуб. А клуб уже, между прочим, есть. Да, я говорю, что он есть. И огромное количество участников этого клуба здесь сегодня. Ребятки, кто у нас в клубе рок-арсенал состоит? А вы лучше голоса подайте, так будет понятнее. Клуб уже, как вы понимаете, немалочисленный. В нем много людей. Это наши друзья, которые всегда вместе с нашей радиостанцией. И мне кажется, что будет очень уместно проводить, может быть, не часто. Потому что если часто, то уже не эксклюзивно и не очень интересно. Но если это будет раз в месяц, раз в квартал, но это будет достойное интересное мероприятие, то это уже будет нечто большее для всех нас. И мы полагаем, что начиная с сегодняшнего дня все достойные музыканты, которые будут посещать наш город, должны быть приглашены и провести приятное время в этом кафе. Это должны быть и деловые ланчи после их приезда, и, естественно, автопартии после удачного концерта. И мы с Радиком постараемся сделать все, что в наших силах, чтобы это так и было. И ближайшими гостями мы будем надеяться, и мы приложим все усилия, что здесь будет слейд-2, что здесь будет смоки, что здесь будут музыканты, пока непонятно, какие из All-Star Band, которые заявлены. К сожалению, насколько я знаю, Назарет не приедет к нам 14 февраля, по крайней мере, на сегодняшний день никаких подтверждений тому нет. А запланированное выступление в Крокус Сити Холли в Москве, оно отменено также, к сожалению. Но, как сказал один из ценителей этой группы на форуме, Назарет Юрай Хип за три дня, значит, замену не найдешь. Вот. Второе, что, наверное, здесь будет уместно собираться по поводу выхода новых альбомов культовых групп. Потому что слушать это дома, пусть даже в комфортной обстановке, из хорошей аппаратуры это одно, а слушать среди коллектива единомышленников, меняться мнениями в теплой атмосфере, это совершенно другое. Это то же самое, как смотреть футбол дома на широком экране, либо прийти в футбольный бар и смотреть футбол там, как делают, допустим, фактически настоящие фэны футбола во всем мире. Кроме того, мне кажется, что здесь можно и нужно создать небольшую или большую со временем музыкальную библиотеку, чтобы можно было сюда прийти, если у кого есть свободное время, выпить чашку кофе, взять хорошую книгу по музыке и узнать для себя что-то новое. То есть просветительские функции этого места тоже сложно недооценить. Ну и, естественно, пока мы видим, какие элементы декора уже присутствуют, но если каждый из нас сделает любимому уже рок-арсенал кафе свой подарок, то, конечно, это будет интересное место, и экспозиции должны, наверное, и будут очень часто меняться. Ну и чтобы не быть голословным, по чин, правда, не мы сделали, но нам это не обидно. Мы передаем рок-арсенал кафе два издания, последние, которые вышли по рок-музыке. Я передам. Ну и кое-что from the walls из запасников, так сказать. Ну, начнем символически, понятно, с кого. Ну и понятно, с чего. Там ваши фотографии, мне отсюда не видно просто. Нет, если бы мы отказались, но, к сожалению, нет. Я надеюсь, что почти будет подхвачен, и каждый из нас, что будет где-то ездить за рубежом и найдет интересную книгу, последнее издание журнала Rolling Stones, плакат или еще какой-то интересный сувенир, с радостью передаст его в фонд. Спасибо. Еще кое-какие материалы тоже туда. Кое-какие материалы, которые вы не покажете широкой общественности до тех пор, пока они не окажутся на стенах. Я думаю, что есть арт-директор, я думаю, что неизбежно должен состояться в этом клубе, значит, креативный менеджер, который будет этой программой всех заведовать. Ну, я думаю, что должно быть караоке, настоящие, хорошие, чтобы можно было спеть. Битлз прийти, Rolling Stones. Ну, кто сможет Лед Зеппель, я с удовольствием приду послушать. Ну, в общем, всех с праздником и в добрый путь. Спасибо. Друзья, я буквально несколько слов еще. История. Вы знаете, я очень люблю слово открытие, да? 1997 год, весна. Значит, вижу афишу, значит, группа Юрайщип. Холод по всему телу. Как так? На закрытый город приезжает такая группа. Звоню Алексею Ворошилову, значит, помощнику Росселя. Я говорю, Леш, приезжает вот такая группа. А что делать? Я говорю, так давай выстроим встречу с Росселем, с губернатором. Они говорят, ну, как так? Я говорю, давай попробуем. Делаем объективку, неси у губернатора. Губернатор говорит следующее. Мужики, вы что делаете? Значит, Горбачеву, Горбачев встретился с Майклом Джексон, да? Его с работы сняли. Что вы хотите, чтобы меня с работы сняли? Но в то же время дальновидность показала, что правильно он сделал. Он встретил группу, был торжественный прием. Но самое-то главное даже нет. Это было действительно открытие. Наш регион открылся. Сюда поехали музыканты. И мы, наверное, должны быть счастливы, сюда приезжает их много. Их надо встречать. Владимир Юрьевич правильно сказал. Я считаю, что вот точка притяжения, точка притяжения должна быть рок-арсенал кафе. Сюда должны приходить. Сюда должны приходить музыканты, организаторы туров. Те, кто любят этих музыкантов. Мы будем делать все возможное, чтобы те, кто сюда приезжают, все-таки по райдру, может быть, выбрали вот эту точку. И заканчивая свое короткое выступление, хочу сказать следующее. Действительно, Юрай Хип, они первые сюда приехали. Недавно они были здесь, благодаря старому новому року. И вот я хочу подарить тоже рок-арсенал кафе. Вот такую картинку. Она еще теплая, еще горячие автографы музыкантов нового состава группы. Пусть коллекция пополняется. Удачи вам, счастья, успехов всего. И еще бейджик с автографом Уда Дершнайдера. Пусть, я думаю, тоже собирается все у вас. Спасибо. Спасибо вам. Поддержите, пожалуйста, наших друзей аплодисментами. Спасибо. Вот теперь Петру есть чем себя украсить. Наконец-то. Очень хорошо. Я думаю, мы немножко подзадержались с разговорами. Хочется уже музыки, не правда ли? Но есть такое, да, ощущение. И музыки у нас есть. Они опять тухлые. Ты заметила, да? Они объедаются, отпеваются, и их не слышно. Ты знаешь, отпевать тяжелеют. А, все понятно. Вот, 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 вот. Вот активно и там хорошо. Свистун завелся. Я хочу представить рубрику, которая появляется каждое божье утро. И чертово утро тоже появляется. Каждое в нашем эфире. Ее готовит Владимир Назимов. В чем суть? Мне повезло в детстве. Я не знал английского языка. Зато слушал хорошую музыку. Я счастлив, что в детстве не знал английского языка. Признаюсь честно, я и сейчас его не знаю. В том объеме, в котором знают его мои коллеги. Именно поэтому наш программный директор с самого начала сказал, что именно я буду вести эту рубрику. Видимо, по принципу минимального знания того самого языка. Обычно мы в нашей рубрике, если кто не в курсе, переводим зарубежные известные произведения на русский язык, как можем. Озвучиваем их. Соответственно, задача зрителей узнать песню, произнести ее правильно на английском языке. Ну, соответственно, дальше приз. Сегодня мне в проведении рубрики «В чем суть?» помогут люди, которые к моему великому счастью, к моей радости стали нашими друзьями. Я имею в виду, ну, я бы назвал их так, вокально-текстуальным дуэтом «Красная бурда». Прошу приветствовать. Добрый вечер, дорогие друзья! Слышно меня? Или так же, как там, вот в том углу, ни черта не слышно? Слышно? Поздравляем «Рок Арсенал» с открытием замечательной точки, замечательного рок-кафе. Мы действительно пару раз приняли участие в рубрике «В чем суть?». Сейчас я попытаюсь вам донести суть одного хита, а вы должны его угадать. Тот, кто этот хит отгадает, для того этот хит прозвучит в исполнении «Блюз Докторс». Слушаем внимательно. Рубрика «В чем суть?». Песня, которая в оригинале звучит на английском языке, сейчас звучит для вас в русском авторизованном переводе журнала «Красная бурда». Когда я родился у мамы, один от семи отцов, меня семь врачей спеленали ремнями, так я был силен и здоров. Семь нянек за мной следили, все семь потеряли глаз. Семь школ по соседству закрыться решили, когда я пошел в первый класс. Да, я такой один. В целом мире я один. Я везучий и живучий, зломогучий, сучий сын. Потом я окончил семь классов и в армию на семь лет. В награду за службу семь генералов мне выдали белый билет. Меня семь девушек ждали. Все семеро дождались. Одна дождалась в компании с мужем, а шестеро развелись. Да, я такой один, зломогучий, сучий сын. Девки в очередь, вставайте, вас тут много, я один. Семь струн на моей гитаре, ах нет, их кажется шесть. Шесть струн на моей электрогитаре, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Одна для такой вот ноты, пяу, другая звучит вот так, пяу-пяу, а эти четыре еще для чего-то, я их не запомню никак. Да только мне наплевать, мне на струны плевать. Папы, мамы, прячьте девок, я пришел к вам блюз играть. Кто угадал? По-английски. Группа Европа, отлично, садитесь, девушка, два. Следующий. Сегодня Блюз Докторс не будут играть. Есть, они перекурят и выпьют. Ну неужели? Неужели никто? Поднимала, не знает? Европа сказала? Очень похоже на Европу, с ума сойти. Да, это видимо я так спел. Ну, да. The final countdown, да? Нет, вот это пяу-пяу, вот это вот по-европейски было как раз. Самое оно. Когда я родился у мамы, один от семи отцов, меня семь врачей спеленали ремнями, так я был силен из дар... Я так плохо пою. Вовка, давай еще раз ты. Прекрасно. Слушайте, у меня ощущение, что это какая-то другая тусовка, не рок-арсинальная. Нет, конечно. Но неужели, неужели, хотя бы по созвучию, вы не можете догадаться, о чем речь? Давай, Вовка, правильно припев споет. Там припев просто надо по-другому. Давай. Да я такой один. В целом мире я один. Я везучий и живучий. Зломогучий сучий сын. Ну, позорники, двоечники. Ну, неужели никто не догадается? Кто там руку поднял? Что? Сан-Ов-Бич. Сан-Ов-Бич. Нет, но, конечно, очень обидно, что вы оскорбляете участников красной бурды. Как группы Сан-Ов-Бич. 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 Да. Что-что? Стоять. Давайте так. У кого есть хотя бы какие-то идеи, подойдите сюда, а то мы вас не слышим. Подойдите и скажите. А давайте без отгадки просто ребята сыграют. Не-не-не-не. Ребята, Блюз-Докторс, вы отгадали, какая это есть? Тут есть два желающих. Два желающих точно. У меня есть вариант такой. Давайте Блюз-Докторс сыграет, а вы потом отгадаете, что они сыграли. А сможете? Или опять Европа будет? Ну, может, Азия. Группа Блюз-Докторс исполняет замечательную, никому неизвестную, никем не угаданную песню. Ты поешь, не уходи. Пока я пою, но ничего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь мы продолжаем рубрику «В чем суть?» Мы хотим вам донести суть еще одной песни, но это не рок-н-ролльная песня. Это песня в исполнении предтечи рок-н-роллов, в исполнении Леонида Утесова. Вы все знаете, это народная песня «Раскинулась в море широко и волны бушуют вдали. Знаете хоть такую-то песню? Знаете, да? В официальной версии этой песни 26 куплетов. Мы порылись и нашли еще 26 неофициальных куплетов. Сейчас Владимир Логинов вам их исполнит. Песня «Раскинулась в море широко» Дополнительные куплеты. И вот что еще я хотел бы сказать, никто здесь с тобой недоволен, с тобой не желают ни какать, ни спать, ни баловаться алкоголем. На палубу выйди и там полежи, сказал кочегар, кочегару, теляняшку сними и штаны отложи для ровного, а всюду загару. Сказал и лопатой ударил его по боледному потному заду. Ты понял меня, он спросил у него, я понял, а не бейте, а не надо. Окончив бросать, он напился воды, воды опресненной, нечистой. А после воды он наелся еды, лапши растворимой и быстрой. А на палубу вышел, нагнулся за борт, в желудке его помутилось. Скрутило кишечник и сквозь пищевод обратно еда повалилась. А на палубе солнце палило и жегло, искры в глазах, как от сварки. И понял он, время вернуться пришло, в прохладу родной кочегарки. А на палубу вышел, был и сильный мороз, в горячке ему показалось. Лошадка везущая, хворосту воз, по вантам на мачту взбиралось. До койки дошел он, сознанья уж нет, на койку он лег без сознания. Вдруг прямо по морде ударил штиблет, ведь койка была капитанья. Тогда он на палубу навзничь упал, и в нем помутилось сознание. Внезапно к нему капитан подбежал, искусственно сделал дыхание. А напрасно команда кричала, ты что... Что? Спасибо. Ну и естественно, мы хотим подарить кафе «Рок Арсенал» подарок. Сегодня все дарят изображения музыкантов. Мы тоже хотим подарить вам изображение музыканта, одного из знаменитого рок-музыканта, который наверняка украсит стену кафе «Рок Арсенал». Кто догадался, это Билли Гиббонс из группы «Зизи Топ». Персональный портрет Билли Гиббонса специально для кафе «Рок Арсенал». Вручает художник эмористического журнала «Красная бурда» Максим Смагин. Прекрасно. И песня, кстати, тоже была прекрасна. Жаль, что наступили на горло этой песни. Да, она немножко неформатная, но тем не менее. А просто эти люди... С праздником! Кафе «Рок Арсенал»! С днем рождения! Спасибо «Красная бурде». Спасибо огромное. Приходите к нам в гости еще. Приходите сюда. Я думаю, здесь вас всегда буду ждать, встречать хорошо. И, возможно, так же хорошо провожать. Друзья, поскольку у нас не было победителя конкурса, в чем суть? У нас остались призы. Мы их будем дарить, конечно же. Кроме того, сейчас у вас будет возможность увидеть человека и птицу. И это все в одном. Что еще можно про него сказать? Он все знает о группе «Битлз». Возможно, даже больше, чем участники группы «Битлз», оставшиеся в живых. Все даты, все факты, все, что было, а также не было в жизни этой группы, знает Алексей Коршун. Кроме того, Алексей Коршун — это самый первый человек, который появился в эфире «Рок Арсенал», когда еще не было ничего, кроме музыки. И лишь его хрипловатый, драматический голос украшал эфир. Сейчас, конечно же, нас в эфире «Рок Арсенала» много, поэтому мы над ним постоянно глумимся. Ну, он остался в меньшинстве. Мы люди, а он Коршун. Поэтому ему приходится отдуваться за всех, за нас. Но он неустанно продолжает год за годом редактировать журнал Екатеринбургского «Битлз-клуба». И неустанно рассказывает вам о самых важных рок-событиях в рубрике «Рок Календарь». Поприветствуйте, пожалуйста, Алексея Коршуна. Концертный зал «Рок Арсенала». Еще раз. Всем рок-н-ролльный добрый вечер. Так, я не поняла, вы, Коршуна, будете встречать или нет? Что за дела? Аплодисменты давайте. Я вообще един в трех лицах. Дело в том, что, кроме того, что я ведущий на «Рок Арсенале», «Рок Календаря», «Часа Винила», а также еще я являюсь редактором битловского журнала «Эплака». То есть я такой трехглавый дракон. И поэтому я приготовил подарочки для наших хозяев, которые сегодня открывают это замечательное кафе. именно как от трех лиц. Хотя вот тут обычно дарят подарки ведущим. Мне сегодня уже подарили один подарочек. Битловскую зажигалку. Ух ты! Алексей Басов. Английскую битловскую зажигалку. Музей, музей. Все в наш музей. Да, все это в музей пойдет, конечно. Но я хотел сказать два слова. Петра почему-то я не вижу. А вот он здесь. Главное мерило успеха заведения, особенно такого рок-н-рольного, это, конечно, люди. Кто придет в это кафе, так оно и будет жить. То есть какие творческие идеи будут приноситься этими людьми, так и будет существовать это кафе. И поэтому, во-первых, я как ведущий рок-календаря хочу подарить календарь, но уже битловский. На 2014 год. На 2000 дней вперед. Как главный редактор журнала Эплака, естественно, последний номер этого журнала, который посвящен не Битлам, а группе Роллинг Стоунс. Тоже ничего группам. Спасибо. И это не последний номер, я надеюсь, все-таки. Ну, я долго думал, что можно из своей богатой коллекции подарить в коллекцию, которая будет, я думаю, виниловую, рок-кафе нашего, то есть рок-арсенала. И подумал, что лучшие пластинки, чем звуковой эликсир группы Назарет, которая, в общем-то, олицетворяет собой саму идею кафе рок-арсенальского, да? В котором есть все и рок, и арсенал, и то, что полагается. Алексей, спасибо. Мы здесь будем слушать настоящий винил. Здорово. Ну, и может, сейчас винила здесь будет проходить? Да, можно, кстати, да, уже придумать что-нибудь такое винильное. Короче, Long Live Rock'n'Roll и долгих лет жизни этому кафе. Спасибо, приходите. Спасибо. Алексей Коршун, ведущий рок-арсенал и редактор журнала «Эплака». Ну что, друзья, каждый раз, когда мы собираемся с нашими слушателями, с друзьями, для того, чтобы взглянуть им в глаза, для того, чтобы пообщаться живьем, как правило, это бывает по пятницам, это уже стало хорошей традицией, мы устраиваем так называемые рок-завтраки. Есть рубрика, которую особенно ждут наши гости. Эту рубрику проводит Юрий Борисович Мишков, наш любимейший коллега. Поприветствуйте его, пожалуйста. Спасибо. Меломан с огромным стажем и настоящий гитарист-виртуоз, и просто чудесный человек. Он достоин ваших аплодисментов, поверьте. Даже если вы не знаете, кто это такой, честно, можете поверить. Да, знаете, знаете, конечно же. Рубрика, которую проводит Юрий Борисович, она вообще-то не свойственна рок-арсеналу и совершенно как бы из другой оперы. Да, мы поем романсы. Мы поем, что попало, и называем это «Угадай мелодию». Юрий Борисович наигрывает немножко на гитаре, а люди угадывают, что это за произведение. Итак, я сейчас хочу попросить сюда выйти пятеро смельчаков, которые действительно хорошо ориентируются в рок-музыке. Пятеро смельчаков, пожалуйста, сюда. Ну, вот они, наши родные, потянулись участники клуба. Привет. Какие чудесные ушки. Так, Денис. А вас как зовут? Татьяна, Денис, Петрович, Леша. Ух ты, сколько их. Слушайте, ну сколько есть, столько есть, на самом деле. Никого выгонять не будем. Я вам всем пожелаю удачи. Юрий Борисович приготовил для вас каверзнейшие задания. Тебе их, кстати, принести? Я, кажется, запомнил в этот раз. Это очень хорошо. Итак, Юрий Борисович загадывает вам мелодии. Кто из вас, пожалуйста, первый догадался, поднимайте руку. Друзья, из зала не подсказывайте. На кону серьезный приз. Из зала не подсказывайте. Значит, в этом конкурсе требуется не только угадать мелодию и правильно ее напеть. Самое главное сказать правильное название песни на языке оригинала. И коллектива, конечно же. Ну и коллектив. Но насчет каверзных... Тут нужна тишина. Так, ребята, иначе никто ничего не услышит. Давайте послушаем, маэстро. Мне показалось, что первую руку подняла Татьяна, юная. Татьяна, что за песня? Идите сюда. Битлз, Битлз. Еще раз микрофон. Битлз. Коррект. Это правильный ответ. Битлз. Песня называется Битлз. Потому что... Едем дальше. Едем дальше. Простой и осмысленный маленький риф. Не для акустической гитары, но это не важно. Первый был Петрович. Я видела. Следующий. Промахнулся. Второй был Денис. Название песни. Денис, какая это песня? Скажи. Мимо. Ноу. Один. Ранен, но не убит. Но. Но еще есть желающие среди вас, смельчаки, которые обознали это произведение. Название песни. Правильное название. Правильное название песни. Подсказки не принимаются. Не подсказывайте. Так, лот снимается с торгов, я так думаю. Владимир Александрович поддержал, и благодаря этой поддержке песню, кажется, опознали. Название песни. Как называется песня? Я куплю. Дочник. Свободен. Как называется песня? Денис, ты знаешь? Нет, это не Devil Woman. Хотя мне приятно, что вы меня так оценили. Боб. Maybe I'm a real. Ура! Ура! Ну, наконец-то. Так. Кстати, все, кто правильно угадывает мелодии, каждый, каждый, каждый молодец получает приз. Во-первых, это сертификат от Эрокарсенал Кафе. Во-вторых, это наш фирменный календарь. Каверзная, да, песня? Каверзная, да. Это было непросто на самом деле. Следующая очень каверзная песня. О, да. Будьте внимательны. Бита. Это называется «Лес рук». У нас в школе, по крайней мере, и так говорили. Будьте внимательны. Правда? Да. Гадом буду. Будешь, будешь гадом. Будьте внимательны. Вышиваяхия. Ура, нет. Совершенно верно. Алексей Басов получил свой приз и может идти пить дальше. Молодец. Да, да, спасибо, Борис. Танечка, вас мы тоже можем уже отпустить, но есть еще смельчаки, которые могут попробовать побороться за следующие призы. Юра. А, нет, следующий будет Владимир Саныч. Вот это будет сложная задача. Ушки берегите. Они знают. А кто поет-то? Лет-Зеппелин. Классно, спасибо. А дальше Владимир Саныч, слушайте. Там все сказано из Пета. Ну что, Денис и, господи, и Володя, да, у нас выиграли призы. Призы у нас есть, так что вам все достанется. Молодцы. Всех участников мы благодарим за то, что вы рискнули здоровиться, попробовали гадать песню в этой непростой рубрике. Юрий Борисович, спасибо огромное. Владимир Саныч, вам просто муа. Спасибо. Пожалуй, продолжим. Они никуда не уходят, вы заметите, да? Потому что впереди еще один музыкальный номер. И для того, чтобы его представить правильно, а не так, как я, я приглашаю сюда Михаила Юрьевича Симакова. Ну не надо так хмуриться, пожалуйста. У меня комплексы начинаются страшные. Что? Да, Михаил. Что такое? А это можно двигать ногами вот так? А я мучаюсь. Бонжорно, гейм. Вы знаете, как говорилось в фильме «Золушка», мы сейчас споем вам песенку детскую, нежную. Не-не-не, там сейчас проводится. Сейчас мы подзвучим эту маленькую-маленькую. Это мой любимый инструмент. Вы знаете, я его полюбил благодаря все-таки группе «Битлз». И несмотря на то, что в моей любимой песне «Битлз come together», этот инструмент не сыграл ни ноты, тем не менее, все-таки благодаря «Битлз» я полюбил укулеле. На ней четыре струны. Однажды охранник в одном заведении, увидев у меня кофр, спросил «Скрипка?» Я говорю «Нет». И совершенно без надежды на то, что человек поймет, о чем я сказал «укулеле». Он говорит «А, Мэрилин Монро играла в фильме «В джазе только девушки». Я просто обалдел, потому что это был такой широкообразный человек. И когда он мне сказал, я говорю «Ну, вы меня убили», потому что именно так я объясняю всем, что это за инструмент. На этом инструменте я очень любил играть Джордж Харрисон. Есть знаменитая фотография, где Джордж идет где-то в аэропорту с двумя или тремя укулелем. И на концерте памяти Харрисона на этом укулеле играет прекрасный исполнитель Джо Браун, да и сам Пол Маккартни вышел и сказал «Иногда мы сидели с Джорджем у него дома и наигрывали песни на укулеле». Ну, собственно, вы практически догадались, какая песня сейчас будет. Мы попробуем ее для вас сыграть. Есть? Ну? Есть! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создал 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 DimaTorzok Я желаю вам хорошего вечера в самой теплой, приятной компании единомышленников. Это очень важно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Спасибо вам большое. Большая честь для нас здесь находиться. И большая честь для меня с большим удовольствием представить вам прекрасных музыкантов. А-а-а. И я все перепутал. Это бывает. Это заразно на самом деле. Все в порядке. Давай, Юляша, жги. Так все узнают, как меня зовут на самом деле. А то все Сигизмундовна, Сигизмундовна. Я вас тоже. Дорогие мои радиослушатели, дорогие гости кафе «Рок Арсенал». Здесь сегодня дарят подарки. Но я не буду дарить эту. Потому что этот подарок был сделан мне. И он мне очень и очень дорог. Это замечательная лошадка ручной работы, которую мне подарили на день рождения. Вот там сидит автор. Большой привет. Спасибо. Почему я принесла сюда эту лошадь? Во-первых, когда я получила ее в подарок, я несколько часов не могла с ней расстаться. Я ее тискала. До такой степени она классная. Во-вторых, это действительно ручная работа и кукла замечательная. В-третьих, что немаловажно. Лошадь – животное пьющее, как вы знаете. Но не зря ведь появилось выражение «пьет, как лошадь». В общем, эта лошадь любит пить. И эта лошадь должна жить там, где наливают. Поэтому я определяю ее в здешнее стойло. Здесь все подходит по цвету, по настроению, по вкусу. Пускай она приникает то и дело жадными губами к источнику алкоголя в этом баре. Я надеюсь, скоро он будет представлен в полном ассортименте и будет радовать гостей. Хорош болтать, давай выпьем. А-а-а! С праздником! Ну и кроме того, лошади любят поржать, а я всегда за веселье. Вот так вот. С праздником! Кафе «Рок Арсенал». Много гостей. Ваше здоровье. Чин-чин. Она будет жить в баре. Я настаиваю. Но я за ней приду, если что. И заберу, когда она напьется должным образом. Петя, берегите, пожалуйста, ее. Она мне, правда, очень-очень дорога. Ну а сейчас действительно пришла пора представить замечательную группу. Честно говоря, я не устаю гордиться тем, что эта группа работает в нашем городе. Потому что это потрясающий уровень, мировой уровень на самом деле. Это замечательная группа «Блюз Докторс». И я очень рада, что я еще помню Вову Демьянову вот таким лет 15 назад. Он даже когда-то песню мне посвящал. Правда, он ни хрена об этом не помнит, но это ничего. Это у рок-н-ролльщиков память короткая. Музыканты самый циничный народ. Ребята, хорошего выступления. Поддержите группу «Блюз Докторс» так, как надо. Всем отличного вечера. Ребята, хорошего выступления. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добрый вечер, Рок Арсенал Кафе. Как вы себя чувствуете сегодня? Если все чувствуют себя хорошо, скажите «Я!» Немного черной магии, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...